Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки, продолжаем оценивать новостной фон, анализировать выходящую статистику, и все это мы делаем с точки зрения того, как это влияет на наши традиционные инвесторы, идеи и, скажем так, забеги на очень длинные дистанции по отработке слабости рисковых активов и укреплению доллара. Волатильность на рынках остается явно выше среднего, я думаю, то ли еще будет, поскольку весь тот фундамент, который мы с вами анализировали некоторое время назад, это касательно того, насколько сейчас остро обстоят отношения между США и Китаем, плюс еще и турецкий кризис, это тематика его сейчас номер один, и буквально каким бы активом вы бы не спекулировали, все-таки можно найти прямое или опосредованное влияние этого турецкого кризиса на то, что происходит с этим инструментом, потому что как таковая ситуация с Турцией влияет на мировую экономику, мировая экономика влияет, разумеется, на все региональные финансовые рынки и отдельно на те инструменты, которые стоят за этими рынками, я имею ввиду особый уклон, конечно же, на валютные активы. Сегодняшняя торговая сессия, на что обращаем внимание, это данные по роничным продажам Англии, это, можно сказать, на десерт у нас отчет остался, поскольку мы с вами разобрали уже статистику по инфляции и по темпам роста заработных плат. Вот сейчас, когда перейдем непосредственно к паре фунт-доллар, я попробую подытожить, что у нас есть уже на выходе. Но, наверное, мои комментарии даже сейчас являются лишними, потому что, друзья, как и говорил вам еще некоторое время назад, фунт-аутсайдер, с этим нужно смириться, и его слабость нужно использовать, нужно попробовать конвертировать эти ожидания снижения в прибыль и доход. Лично мне, пока это удается сделать, надеюсь, что многие из вас прислушались к рекомендации, сохраняя также медвежий прогноз. По паре фунт-доллар, кстати, немножко забежим вперед, минимум, который был зафиксирован в ходе вчерашней торговой сессии, 1.2661. Да, сейчас мы чуть выше, но 1.2661, чтобы вы понимали, мы сделали почти 300 пунктов, ну, чуть меньше, за всего лишь несколько торговых сессий. Ранее мы руководствовались очень амбициозной целью добраться по паре фунт-доллар до отметки 1.25, но вы посмотрите, 160 пунктов фактически оставалось до этого рубежа, и я уверен, что если новостной фонд в ближайшее время не станет, ну, суперпозитивным, вероятность этого крайне низка, давление на валютный риск будет сохраняться в прежнем ключе, и мы сможем, если уж не сделать вот эту цель 1.25, то, по крайней мере, уж точно стать к ней поближе. В 11.30 ждем роничные продажи, после этого переключаемся уже на американскую сессию, там классический отсчет для четверга, в 15.30 заявки на пособие по безработице. Для кого-то он ничего не значащий, это неправильные выводы, которые кто-то делает. Это статистика по заявкам на пособие, безработице, имеет большое значение. Правда, отрабатывается она с небольшим временным лагом. Это, скажем, те данные, которые обладают накопительным эффектом, то есть у нас 4 отчета в месяц, и после как раз этих 4 отчетов мы с вами выходим на первую пятницу нового месяца, который это данные по Non-Farm Parals, и фактически резюмируем все, что удалось накопить. По заявкам ожидания исключительно положительные, позитивные. Я даже боюсь представить, что в ближайшее время, под ближайшим временем, я подразумеваю, период не меньше, чем в полгода, может изменить картину настолько, что ситуация в американском секторе от труда бы изменилась. Почему я уверен, что позитивные данные будут оставаться именно такими? Да потому что мы сейчас находимся по заявкам на минимальных уровнях за несколько десятков лет, ну, конечно же, чуть преувеличило, но больше, чем за 10 лет уж точно. И совершенно очевидно, это лучшие данные с 2008 года. И, собственно, заявки, те минимальные уровни, о которых мы говорим, тенденция роста, нахождение этого показателя ниже 300 тысяч, мы не видели такой тенденции, такой продолжительности 1969 года. Это не оговорка, это действительно серьезнейший прогресс, позитив, поэтому и в целом Non-Farm Parals нас очень редко разочаровывает. И вот почему все сейчас продолжают петь дефирамбы Трампу, потому что, ну, совпадение это или нет, ну, именно во время его президентства данный сектор характеризуется такими результатами, и экономика в итоге показывает такие динамичные темпы экономического роста. Также хочу отметить, друзья, еще не на счет, он, правда, датируется не текущей торговой сессии, в 2.30 ночи по московскому времени, в переходе с четверга на пятницу. Нужно дождаться еще выступления Филиппа Лоу, если кто-то из вас забыл, это человек, который возглавляет Резервный банк Австралии. Почему важно? Потому что я уверен, что Филипп Лоу сможет выступить, точнее, его риторика, дополнительным катализатором для ослабления австралийского доллара, мы сегодня о нем также поговорим, но в целом, что бы я ни сказал, вывод там будет только один, мы сохраняем ставку на то, что этот актив продолжит снижаться вкупе с новозеландским долларом, потому что у них нет возможности, кроме как, демонстрировать такую динамику, исходя из чрезмерной повышенной чувствительности к тому, что происходит с их основным стратегическим партнером, с Китаем. Да и в целом, учитывая то, что это сырьевые экономики, конечно же, когда у нас есть риски для замедления темпов экономического роста, эти риски тут же отрабатываются с точки зрения более низкого спроса на сырье. Кто пострадает в такой ситуации? Те экономики, которые завязаны на экспорте. Среди них и Австралия, и Новая Зеландия. Ну, теперь давайте классически по нашему традиционному набору инструментов. Начнем мы с нефтянки. 70-70, собственно, это закрытие, точнее не закрытие, минимум вчерашнего дня. Текущие котировки 71 доллар за баррель. Хотя, друзья, я, пожалуй, оговорился. Мы видели в рамках вчерашней торговой сессии даже ниже уровень, чем 70-70. Это те, скажем, цены, на которых все же сессия была закрыта. 70-70, о чем это говорит? 70 центов нам всего лишь не хватило для того, чтобы сделать совсем уж долгосрочную цель, когда мы планировали за баррель. То, что мы активно снижаемся, а сейчас мы фактически обновили апрельские минимумы, указывает как минимум на мощность и силу медвежьего тренда. Я надеюсь, что никто из вас сейчас не пытается ему противостоять, не бодается, потому что это лишено смысла. Нефть снижается, и, будучи фундаменталистами, мы с вами легко это можем объяснить. Вчера же вышел отчет по запасам нефти, нефтепродуктов и статистика по объему нефтедобычи в США. Это традиционный для среды релиз. Пожалуй, в рамках недели самый важный отчет для нефтянки. И вот очередная торговая сессия нам доказала то, что рынок очень охотно отыгрывает эти данные. И снова эти данные оказались на лапу нам, продавцам, потому что в соответствии с опубликованными цифрами, данными, мы получили еще один сигнал роста запасов на 6,8 миллиона баррелей. Не спрашивайте меня, почему мы наблюдаем такие цифры. Для меня это тоже небольшая загадка, потому что, как минимум, в летний сезон мы сейчас должны были говорить о резком спаде запасов. Исходя из продолжения автомобильного сезона, когда растет, собственно, спрос на топливо, рост спроса на топливо должен фактически приводить к более высоким показателям загрузки нефтеперерабатывающих заводов, которые требуют больше сырья. Почему запас накапливается в связи с этим, я, честно говоря, не знаю. Но тогда, когда этот отчет, даже по статистике, на которой нет ответа и объяснения, почему так происходит, этот отчет все равно способствует развитию именно в том русле, который нам нужно, меня это успокаивает. Поэтому вопросов я особо сейчас не держу. Хорошо, что нефть снижается, тем более, что у нас с вами есть еще ожидание более глубокого спада. И чем динамичнее мы сейчас будем двигаться ниже, тем быстрее, собственно, эти цели с вами сделаем. Ну, конечно же, помимо статистики по запасам, я хочу снова обратить ваше внимание и на турецкий кризис, и сразу же закончить с этим, потому что я обозначил факт, который нравится сейчас многим трейдерам, якобы ввиду того, что турецкий кризис – это начало, возможно, кризиса полномасштабного. Ну, это с натяжкой, конечно же, можно сказать. Мы можем порассуждать на эту тему. Ну, не думаю, при всем уважении к Турции, что она может иметь даже в случае какой-то рецессии и возможного дефолта сокрушительнейшие последствия для мировой экономики, для развивающихся стран и так далее. Да, негативные тенденции будут. Я, кстати, на прошлых брифингах вам рассказывал, какие причины следственной связи, как Турции влияют на тот же самый валютный блок, на Европейский Союз, почему евро ввалился вкупе с обвалом и девальвацией турецкой лиры. Мы сейчас к этому возвращаться не будем. Друзья, если интересно, можете присмотреть прошлые брифинги. Турецкий кризис – это еще одна тема, которая через потенциальное влияние на темпы экономического роста может сказаться на более ослабом спросе на сырье. Ну, и третий фактор – это, конечно же, наш традиционный бакс, доллар. То, что происходит с ним, укрепление его позиций, также отражается на слабости цен на нефть. Все очень просто, потому что стоимость на нефть номинирована как раз в американском долларе. И чем дороже американская валюта, тем нефть становится дороже для импортеров, что также сказывается на спросе. На этом предлагаю с нефтянкой пока что закончить. Думаю, что в ближайшие дни у нас будет возможность снова вернуться к ней и в очередной раз детализировать новостной фон. И надеюсь, что у нас будет возможность с вами вернуться к нефтянке с победой в виде достигнутой еще одной цели. Рубль 67.30 тоже предлагаем не останавливаться, двигаться дальше. Девальвация сохраняется, потому что что санкционная тематика, она остается актуальной, что, собственно, потенциал снижения цены на нефть, он еще не отработан. Да и Турция, она тоже пока что сохраняет за собой как тему интерес. Ну и, разумеется, мы держим ее тоже про запас в качестве еще одного фактора давления на, ну прежде всего, валют развивающихся стран. Поэтому по рублю ждем 68-69. Я думаю, что на импульсе классическом тренда вам рубль априори может добраться до 70. Хотя бы только из такой жажды и потребности коснуться тех стоповых ордеров, которые сейчас размещены в рынке. Я как, скажем, трейдер, который немножечко видит картину изнутри, могу сказать, что действительно на отметке 70 сейчас собрано очень большое количество лимитных ордеров. И по классике рынка именно туда мы и должны сходить. Доллар японская иена. Вчерашняя торговая сессия была немного неудачной для доллара. Хотя сегодня американская валюта снова набирает прежние позиции. Да и в целом отношение нас к доллару остается бычьим. Мы ждем 112-113 иен за доллар. Ну и планируем дождаться паров гораздо выше. Вчерашний день. Роничные продажи. Важный отчет, поскольку роничные продажи у нас сигнализируют о активности потребителей. А потребительская активность ведет нас к инфляции и к ставкам Федрезерву. Хорошие данные. 0,5% рост. Еще более сильный отчет по производительности труда. 2,9%. А с 0,3% возможно это даже самый рост за последний день. Не год, а может быть даже и больше. Надо посмотреть, кстати, по статистике. Почему я верю в американский доллар? Потому что достаточно сейчас даже посмотреть на то, что происходит с лирой. Это с точки зрения того, есть ли сейчас актуальный риск геополитический для того, чтобы сделать большую ставку на спрос более защитную иену японскую, то есть конкурента доллара. Вы можете убедиться, откройте дневные графики турецкой лиры против доллара. Лира укрепляется. Может быть это следствие вчерашних обещаний. Они правда еще не подтверждены, но решение Катара немножечко помочь Турции дать им немного ликвидности. Конечно же речь идет об инвестициях. Около 15 миллиардов долларов. На мой взгляд это смешная цифра. Но вы видите, что на рынок все-таки эта новость оказала какое-то влияние. Почему смешная? Потому что тот же самый совокупный долг, который мы с вами попробовали оценить, он в 10 раз больше. И это долг, который приходится только лишь на крупнейшие европейские банки. Только перед Испанией долг составляет около 90 миллиардов долларов. Поэтому сейчас, когда на рынке появляются, неважно насколько серьезный, но все-таки хоть какой-то позитив, связанный с Турцией, конечно же трейдеры немного выдыхают и пока что не торопятся развивать прежнюю ставку игры именно на понижение турецкой лиры. Пока новостной фон спокоен. Сегодняшняя азиатская сессия тоже без какого-то форс-мажора. Я предлагаю сейчас плыть по течению, ждать, собственно, следующих отчетов по штатам. И если уж есть ожидание, что следующие данные будут стимулировать нас на отработку идеи скорого повышения процентной ставки, сентябрьского повышения ставки, то тогда и доллар как минимум будет дрейфовать против хены вблизи текущих значений. А против рисковых инструментов тут уж осознаны просто невероятные условия для того, чтобы эти рисковые активы оказались под еще большим давлением. Поэтому, друзья, сохраняем длинные позиции. Золото, я говорил вам о том, что мы очень близки к многолетнему минимуму на отметке 1150 долларов за тройскую унцию. Вчера мы практически пощипали этот уровень 1159, минимум сейчас котировки 1173. Друзья, знаете, тот отскок, который мы сейчас видим, он немножко меня настораживает. Ну, может быть, исходя из опыта, и я считаю, что если вы присоединились к идее прошлой, то есть продавали золото вместе со мной, сейчас можно выйти из этих позиций, зафиксировать профит, он действительно неплохой. Потом мы посмотрим, как будут обстоят дела дальше. Я думаю, что по мере отката и восстановления мы снова найдем с вами точку для того, чтобы зайти в золото и поставить на еще большее снижение. По евро-доллару ситуация очень похожая, с точки зрения того, что лучше сейчас пофикситься, потому что снижение евро было очень затяжным. Для того, чтобы мы развили еще большее снижение, нужно дополнительное топливо, фундаментальное. Пока что этого топлива нет. Возможно, в следующей неделе, когда мы снова переключимся на Европейский центральный банк, на риторику драки, у нас будет такая новостная поддержка. Пока что, друзья, ее нет. Я в связи с этим предлагаю тоже крыть короткие позиции по евро-доллару. Но если вы уже хотите все равно сохранить активность по этой валютной паре, можете сразу поставить отложку селлимита на уровень 1.1470. Я думаю, по мере восстановления пары туда у нас будет снова возможность продать по более высоким уровням. Ну и, разумеется, еще раз прокатиться на вот этом нисходящем ралли. Поэтому прислушайтесь к рекомендации. Как минимум, это дополнительное подспорье для вас в принятии инвест-решений. Пока что допускаю, что европейская валюта может немного даже откатить. Даже с точки зрения технического такого толка. Немецкий индекс DAX, который в тикетах Амаркет с ГЕР-30. Лоу у нас был на отметке 12.104. У нас цель 12.100. Друзья, чуть-чуть не дотянули. Обидно, жалко. Но каких-то 5 пунктов сейчас улетели, конечно же, повыше. И тут мы тоже выжмали. Очень неплохо слабости европейского рынка, исходя из турецкой тематики. Считаю, что можно успокоиться в отношении этого актива и также пофиксить, собственно, результаты. Собственно, такая же картина, как и по евро. Возможностей будет еще миллиард. Эти возможности мы используем, собственно, дальше. Но впереди выходные. Я считаю, что мы можем, может быть, отчасти даже уйти в кэш. Разумеется, поднять себе настроение тем, что мы провели несколько подряд прибыльных и удачных позиций. И с этим настроением, конечно же, уйти на выходные. Ну, ни в коем случае не растерять этот настрой, потому что я вас жду с бодрым духом основы понедельника, где мы вернемся к нашим очередным спекуляциям и к уже обновленному новостному фону. Австралиец. В двух словах я уже сказал в начале брифинга. Что у нас сейчас интересно? Австралиец растет. Растет он. Почему? Потому что несколько часов назад вышел сильный отчет по рынку труда. Плюс 60 пунктов мы уже сделали. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,3%. Однако, если вы будете смотреть за тем, что произошло с приростом рабочих мест, будете крайне удивлены, потому что там статистика плохая. Я повторяю, друзья, что не обращайте особого внимания на локальные отчеты. Помните, что Резервный банк Австралии не станет ничего делать с монетарной политикой. И, учитывая, насколько чувствительным австралиец остается к тому, что происходит с мировой экономикой, в плане рисков, в целом мировой экономики, в плане рисков для Китая, если США и Китай снова будут, скажем, обмениваться такими агрессивными шагами, которые предполагают проведение более жесткой торговой политики. Я думаю, что это будет, потому что совершенно очевидно, что война уже началась, торговая война. Но она будет продолжаться. Да, я могу заблуждаться и, честно говоря, где-то в глубине души хочу, чтобы новостной фон немного успокоился, стабилизировался. Но, тем не менее, согласитесь, сколько было шансов у США и Китая сесть за стол конструктивных переговоров, этого не произошло. Поэтому, ну, как минимум, сейчас очень опарамичево заявлять, что в ближайшие недели что-то изменится. Если, я думаю, новостной фон действительно скорректируется по этой теме, он будет в целом еще более негативным. Фунт против доллара. 1,2716 сейчас котировки. Вот в отношении британца ничего не делаем, сохраняем короткую позицию. Не нужно фикситься. Думаю, что в ближайшие дни снова мы вернемся к распродажам, потому что, в отличие от прочих рисковых инструментов, фунт еще заряжен на снижение, исходя из той же тематики Брекзита. А вот что касается статистики, друзья, у нас вчера вышел отчет по инфляции. 2,5% с 2,4%. Рост на 0,1%. И самое важное, что инфляция теперь выше, чем темпы роста зарплатных плат. То есть, цены в Англии растут быстрее, чем доходы домохозяйств. Фактически снижается уровень располагаемого дохода местного населения. Это крайне негативный сигнал, который фактически выстилает коровую дорогу для более слабых темпов экономического роста Англии. Поэтому ждем серьезного спада. Ждем, что ситуация макроэкономическая будет ухудшаться. А если в ближайшие дни еще и появится негатив, посреди с тем, которые мы получили несколько, точнее, на позапрошлой неделе по Брекзиту, 1,25% будет сделано как цель очень быстро. По USD-каду сохраняем короткие позиции. Вчерашний, собственно, рост пары был вызван только лишь снижением цен на нефть. Но почему сохраняем короткие позиции? Почему продаем доллары, покупаем канадцы? Потому что завтра у нас данные по инфляции. И я говорил вам, друзья, что это как раз тот самый отчет, когда трейдеры отключаются от внешнего фона и сосредотачиваются только на одной идее – это скорого повышения процентной ставки. Я думаю, что инфляция по мере ее роста завтра поддержит идею еще одного повышения процентной ставки. И канадец это очень хорошо отработает. Нам нужно уйти ниже отметки 1,30. Цель максимума, которая будет весьма результативной, если мы ее сделаем. То есть профит будет самым значительным, по-моему, из всех торговых идей, которые мы проводили в последнее время, потому что мы стали продавать эту пару очень давно. Я уверен, что, друзья, мы закрепимся ниже отметки 1,30 и, собственно, сможем реализовать этот ориентир. Это тоже вам пища для размышлений. Если вас канадец интересует, то можете прислушаться к моей позиции. Ну и так же, как и обереть в поддержку завтрашнего отчета по инфляции. Ну, об этом релизе мы поговорим еще детальнее завтра на нашем брифинге, который так же, как и сегодняшний, так же, как и всегда, пройдет в 9.30 по московскому времени. Приглашаю вас всех подключаться, скажем, к режиму онлайн. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире, ничего страшного, мы тут же публикуем запись на нашем канале на YouTube, в поисковике «Забейте о маркетсе». Подпишитесь на канал и будьте в курсе всего обновленного видеоконтента. Друзья, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.